Повысить денежные премии за информацию о взяточниках предлагают финансовые полицейские. Практика вознаграждения за наводку на коррупционеров себя оправдала. Все больше алматинцев готовы поделиться ценной информацией. Тахмина Молдебекова с подробностями. Отработанный в 2012 году метод поощрения информаторов, заявивших о коррупционных преступлениях, оказался действенным. В этом году за полгода 10 алматинцев, сообщивших о фактах взяточничества, заработали свыше миллиона тенге. В прошлом году 1 миллион 800 тысяч тенге получили 16 человек. С 2015-го сумма может возрасти. Финансовые полицейские предлагают увеличить денежные выплаты противникам экономических преступлений. При департаменте у нас действует комиссия по распределению денежных средств. То есть данные денежные средства распределяются от тяжести преступлений от 30 МРП административного характера до особо тяжкого преступления 100 МРП. Как показывает практика, в Алматы по мелочам не размениваются. Горожане в основном сообщают о фактах коррупции в крупных размерах. Следовательно, за слив получают больше от 70 до 100 МРП. Это от 130 до 185 тысяч тенге. За информацию о фактах в разделе небольшой тяжести 74 тысячи тенге. Средней тяжести на 18 тысяч больше. У нас в Алматы бывают, например, в среднем это 40-70 месячных расчетных показателей. То есть это средней тяжести преступлений. И дальше идут уже в основном особо тяжкие преступления. В данном случае получение взятки в особо крупном размере, либо злоупотребление должностными полномочиями. Об одном из последних громких коррупционных дел стало известно накануне. Столичные борцы с коррупцией задержали главу агентства по регулированию естественных монополий Мурата Оспанова. Он обвиняется в получении 200 тысяч долларов от одной из крупных компаний-монополистов. В отношении главы Орем возбуждено уголовное дело в получении взятки в особо крупном размере. Его уже водворили в ИВС. В отношении Оспанова возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении последнего. Уголовное дело расследуется и на информацию в интересе следствия не разглашается. По этой же причине не сообщается, удалось ли обогатиться кому-нибудь за информацию об этой сделке между чиновником и крупной компанией. В любом случае заявитель может получить деньги только после тщательной проверки и после того, как служители Фемиды подтвердят, что сообщение помогло в раскрытии экономического преступления.